Давай поиграем? Айзик, используй погрузчик, чтобы достать обелиск из челнока. Ну, здесь они кусок огромный вырвали, да, из планеты, и вот это, судя по всему, держат его лучи гравитационные, могу предположить. Так, она ждет, хорошо. Жди, я пока буду тут все осматривать, лутать. Личный дивник. Мне потребуется мобильная погрузочная платформа, чтобы переместить обелиск. Где-то тут рядом должна быть одна. Подведите погрузчик к челноку. Откройте дверь хранилища. Придется тащить обелиск через всю колонию. Дверь хранилища отключена. Надо найти батарею, чтобы подать питание на замки. Разберемся. Проблем нет, разберемся всем. Тут кишки, кровь. Вообще тут, кстати, довольно несистая происходилась бойня. Потому что тут люди первыми поехали головой. Ну, мне пока не менее так страшно, потому что мы с Николь. Потому что она вымазанная, да, нельзя. Так. Ну, мы дальше пойдем туда, внутрь колонии. Сейчас у нас есть рука рядом. А лут. Первое дело лут, конечно же, лут. Так, с этого мы... Классика. Ладно. Стрелять я не буду, все-таки я еще экономлю что-то там. Патроны, патроны. Опять патроны. В принципе, еще... Ну, да ладно, до лутаем. Уже звуки какие-то, блин, страшные везде. Да, в общем, тут все поехали к крыше, наверное, на почве этого обелиска. Ой, ну, положите сюда лут. О, слушай, тут даже и узел есть. Вот это подгон. Узел. А я чему радуюсь? Он-то нам уже и не нужен. Потому что я думал, что эти лучи... Я думал, что эти лучи далеко. То есть, завязать, чтобы планету раздробить, надо установить сначала вот эту конструкцию по периметру. После чего она вырвет... Ну, она будет удерживать кусок породы в космосе, ну, на орбите. Так, подгрузчик отключен. Да, я знаю, энергии нету, все, нету, сейчас мы... Там свет так бликовал раньше, нет? По-моему, такого не было. Песец, песец. Ладно, мы сейчас внутрь идем. Там магазинчик. А, тут проводка полетела, окей. Эта штука на магните работает? Работает. Пока мы ее трогать не будем, потому что... Сила человечества в будущем. В будущее. Так, пост контроля казарм. Вход. Посторонний вход воспрещен. Значит, мы заходим. Я понял, я открываю, а... Альфик, обелиск нужно вернуть на свое место. Используй погрузчик, чтобы перенести его и поставить на пьедестал в зале обелиска. Верни на место то, что было украдено. Сделай нас единым. Сделай нас единым. Пожалуйста. Ну, я тебя прошу, ну, и сделай нас единым. Я прошу тебя, сделай нас единым. Ну, Мэй Алтман Би Ви Фью. Ну, профессор Альтман всегда с тобой. Церковь. На вас на лента церкви. Конечно, по сторонам смотреть, но я такой дерзкий лутаю, что есть. Криков нет, значит, никто у нас не нападает. Ну, нападут-то еще нападут. Там, чувак в холодильнике, очень хочет, чтобы его оттуда выпустили. Так, золотой... О, здесь. Говорит сержант Ньюман, охрана летной палубы. У нас больше нет челноков. Один из них успел взлететь, но неожиданно рухнул на палубу ангара. Мы потеряли несколько сот человек и все челноки. Если кто-то меня слышит, не пытайтесь совершить посадку. Не садитесь. Ну, мы... Интересно, кто это их так... Ну, я не знаю, слышит-то или-то или нет, но тут прям очень активно мне шепчет на ушко, что все хорошо. Наверное. Там слова, кстати, не надо собрать. Хотя, довольно четко. Ладно, короче, перед магазом я хочу... Так, ребята. Может, трупы вытащить, чтобы тот сюда не забежал? Safety Protect People. Сохраните безопасность человека. Квальти Protect Job. Обеспечив защиту работы. Как бы, я не знаю, на что вы рассчитывали. Для профилактики. Я не духовку нажал. Ну, для профилактики очень даже ничего. Так, ну да. А, собственно, вот и батарея, которая нам нужна. Абсолютно случайно мы нашли то, что нам нужно. Ну, понятно, тут такая сцена, они, разработчики, придумали еще бы, мы прошли мимо холодильника. Я бы, конечно, спросил, почему они не замерзли, ну, эти, у некроморфа. Ну, ладно. Они как чужие даже в космосе выживают. Так, это мы вытащили. Ладно, пошли. А что закрыто? А что за дверь закрыта? Закрыто какой-то... Какой-то короткий переход закрыт. Какой-то короткий переход закрыт. Ну, ладно. Давай, магаз. Так, магаз. Последний магаз в этой игре. Собственно, даже не знаю, что продать. Блин, я, в принципе, может, аптечку одну оставить. О, пенг. Пенг стоит... Пенг всегда что-то прячет. 30 тысяч кредитов. Ну, это много. Ну, это самый дорогой предмет, который можно продать. Найти, продать, я имею в виду. Можно, конечно, продать улучшенные стволы. Они там по 100 тысяч стоят. Ну, я именно про сам предмет. Так, спрашивают, вы уверены? Ну, не знаю. Не знаю. Уже не знаю, когда вы спросили. Я задумался. Так, 25. Ну, алмазный полупроводник предпоследний. Или на втором месте по ценности. Вот, понятно. У вас уже 120 тысяч кредитов. В принципе, тут терять нечего. На батарее. Сюда не буду их использовать во время замесов. Это... Классики продадим. Это оставим. Это нам очень пригодится. А вот импульсные, я не знаю. Импульсные можно продать. Лезвие тоже. Давай возьмем этот... О, господи, аж. Этот, подавился. Короче, возьмем огнемет вместо импульсной винтовки. Переместить. Чисто, чтобы прокачать. Мне просто интересно. Хотя, я сегодня на ком не смогу протестировать особо. Подожди, 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 подожди. Просто 140 тысяч. Тут можно на всю жизнь узлов-то накупить. Чисто, мне хватит 15 узлов, чтобы прокачать. Но вряд ли там штук 20 надо на огнемет. Я все-таки думаю еще накупить этих... Для лазерных этих батарей, которые для винтовки. Лазерные. Они под... Блин, там два патруна. Сколько? 2000 стоят вообще, блядь. Просто грабительские цены. Просто грабительские. Так, ну 15, нам вот явно не хватит. Энергоемкость. Раз. Два. Три. Четыре. Объем. Перезарядка. Ущерб. Это длительность сгорения. Ну, допустим. Я напоминаю, что у нас вначале было 15 узлов. И как назло, нам не хватит. Раз. Два. Три. Еще три, там. Минус огнемета в том, что он вакууме не стреляет. В принципе, смонстрял вакууме, он был бы универсален. И вроде как он против тощих хорош, но я так и не успел потестить. Потому что огнемет был не вкачан. Было проще его раскидать с помощью того, что было. Так. Что я делаю? Я покупаю четыре узла. В принципе. А, в принципе, у нас как раз кредиты и закончатся. Ну, в принципе. Можно лечить. Хотя, знаешь, если начать новую игру плюс. Если начать новую игру плюс. Там тоже еще вот дают узлы. Помнили, за сколько? Помню, 10 или 5. И кэш еще сверху. А там и костюм еще крутой дают. Там, в принципе, может, можно все прокачать. Но пока мы с тобой прокачали только все, за исключением двух столов. Это двух дробовиков. Итого у нас 250 объем огнемета. Заметь. Полтора урона. Ну, не знаю, насколько это хорошо. Ну, подожди. 0,7 перезаветка. 7 время. На полтора урона. А сколько у плазменного резака? 20-ка, да? 18. Ну, а у винтовки? А винтовка, слушай, она и дамажит-то больше всех. У нее 27 дамага. Понятно, в чем 27. Огнемет, в принципе, постоянно урону наносит. Поэтому... Поэтому он и типа поинтереснее. Ладно. Ну, я оставил так узел чисто себе на память. Вдруг там... Канедеря, кажется, нечаянная. И просто надо всегда... Ими при себе узлы. Без узлов ты как бы особо... Ничего не сделаешь. Это можно продать тоже аптечку. Ой, я ее переместил. Нет, нет, нет. Подожди. Это продать. И все-таки я возьму винтовку. Чувствую, у меня винтовка 95 тысяч. Кстати, огнемет самую дорогую. Смотри. Пока что. Топливо для огнемета. Продать. Ну вот, мы не вкачали силовой резак и силовой пистолет. Название просто, понимаешь? Ассоциации никаких. Силовой пистолет, блин. И че? В чем разница, блядь, от этого резака? И почему-то за комнатная херня, которая стреляет импульсом энергии вперед. Те эти лазерные магазины. Как грабеж, блядь. Тысяча кредитов за выстрел. Ты, блядь, знаешь, когда стрелять деньгами просто. Я так на потом дал. Так, все, окей. Ну че, мы все сделали. В принципе, можно и... Ага, нет, не все. Ну, да вот, папа, папа, папа. Нифига он резкий. Беги, ёб твою мать, оно живое. Жень, у нее пошли. Как они резкие, блядь. Нет, слушай, я не хочу. Тысяча рублей за выстрел на эту мелюзгу. Так, короче, короче. Конечно, надо было... Блядь. Ну да, кстати, мне говорят, что они люторуды. Я только сейчас понял, что это они так орут, мои дети. Тощие ублюдки. Прицеливание в этой игре. Разбешил у него. Это где-то... Так, кстати, я не коль ушла. Я надеюсь, что она тут не базарилась с этим парнем. Так, мы нашли батарею. Батарея нам нужна для чего? Чтобы заработал подъемник. Окей, давай. Где там батарея? Да, не выполнено. Хорошо. Да не в меня, блин. Вперед толкай, алло. Что-то сразу присосался как-то. А, вот. Можно вот только идеально так. Как будто какие-то птицы орут, блин. Мне это попрягает. Так, активировать погрузчик? Да. Довар, пожалуй, домой ублю. Хотя он не отсюда его люди изобрели. Опять же, зачем? Не изобрели, создали. Ну, салтяжи, да? Не особо. О, он теперь вообще не толкается. О, теперь реально тащить надо. Ну, потащили, что. Что мне подсказывает, что мне не должны давать это делать так легко. Что-то грустно. Ведь, ну-ка, грустно. Игроморфы помогут тебе развлечься. В эту темную ночь. И, о, твою. А это не летали они? О, бомба. Слушай, даже не надо, что-то есть урон электричества. Неожиданно. Так, а и что делать-то? Я его притолкал. Ага. Эта штука тоже не толкается. Так, а в какую у меня дверь? Обе, обе двери нормальные. Что, предлагаете в правую зайти? Кашель, вот тут как в аду, знаешь, блин. Очень, очень напряжена атмосфера. Хорошо, молчишь, тут все в крови и прочее. Можно, да, закрыть это? Спасибо. Процесс. О, вот здесь пригодится вот эта штука. Патроны так лежат, слушай, прямо перед входом. Пока никто не видит. Зачем кредиты? Нам уже, по-моему, магазин уже недоступен. Активировать мостик. Подожди, не надо активировать. Тут есть что-то интересное. О, ну, стазис все. Давай, 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 стазис еще восстанавливай. А, хорошо. Так, ящик. Патроны, патроны, патроны. В общем, патроны, ты понял, обычные патроны. Ничего интересного. Так, мостики, шмостики. Ну, я думаю, это все хитрый план некроморфов по... По теме помешать мне. Дотащить. Ну, ладно, давай, мостик так, мостик. В принципе, я даже рад. Я его активирую. И у меня будет... Вот для чего в стазис нужен. Понятно. Так, подожди, а есть ли я... Ладно, давай я... Я готов. Я готов к этому. Ну, конечно, они же, блядь... Ей, твою мать, где штук? Ну, конечно, блядь. Еще раз меня ударь, блядь. Я тебе, блядь, отрежу что-нибудь. Ублюдок. Оп, наебали. Он обратно побежал. Он еще в вентиляцию полез. Нихера себе он держит. Минус, все твои кебучие щупальцы. Ой, ой, ой. Он тут ворачивается. Ой, только не гните. И так, кто... Кто из душно? Блин, почему так долго он... Почему он так долго перезаряжает, блядь? Я вот только где-то собрал. Стреляю деньгами, понимаешь? Понимаешь, просто стреляю деньгами. Уже, зуб тычок умирает. Нормально, например. Не попал. Слева орет. Дрог. Сука, не бесполезно. Если ему отстрелить руку, то для патронов нет, подожди. Эти. Камиказы. Камиказы. Я сейчас, блядь, возьму винтовку. Ну, то есть, они все или нет, почему? Как бы, изоляция не закончилась. Это значит, что... Вот, сдох, я ему, в принципе, только руку-то отпилил. Да, если бы они за тысячу еще и продавали бы, один выстрел бы для лазерной винтовки, было бы вообще ништяк. Так, давай, иди сюда уже. Что-то долго, долго ты возишься. А если я вот ее оставлю, то что будет? Ничего не будет, мост просто не поднимется, шикарно. Не опустится. Куда вообще нам ехать, кстати? Нам неважно. О, слушай, смотри, здесь может силовый замок использовать. Все-таки не зря я тут оставил его про запас. Хорошо, давай сюда идем. Из-за чего туда толкать? Там, наверное, туда можно было толкать, но там, этот, заросла стенка мясная. Окей, окей, так. О, то он еще хорошо. Тек. Так, а можно снять где-то, как бы, блокировку или нет? Здорово. Я думал, неужели... Блядь, ну я вас всех убил, алло. Тут даже этот... Ну, позже, кстати, а я могу силам замок сейчас открыть или нет? Взломано. Правда, эффекта никакого, ну ладно. Ну, понятно. Короче, дотолкают до конца и... И может быть, тогда что-то произойдет. Да, он даже не скатился. Да, блин, уж потокло. Давай, толкайся, толкайся. Очень удобно, блин. Он мне предлагает фазис использовать, но я не так, блядь, просто, как ты думаешь. Ёптума, кто рет-то? Где крики, где крики? Убивай. Срывайся, блядь. Я шо, блядь? С автомата попасть не могу, алло. Спасибо. Это стоило таких нервов. Слушай, я че напрягаюсь, что у автомата такой точный прицел, и при этом он, блядь, не попадает. Просто. Вроде снаряды даже летят куда надо. Но все, он не попадает. Как это работает? Так, карантин снят, зашибись. Давай, пошли в комнату, сходим. Комната, комната, че у нас тут? Ничего себе, прям наложно, наложно, прям не зря заплатил. Что тут ценного-то? Тут одни патроны, просто дофига патронов. В принципе, я думаю, что это даже окупает стоимость узла. Блин, у нас есть все, и даже проводник один. Мы готовы ко всему. Так-то мужу, комнатку прошли. А, слушайте, нет, магазин еще один будет, я его не заметил. Верстака не будет больше. Ну, верстак мне особо и не нужен. Верстак уж точно бесполезен, насколько этого можно. Ждем-с, ждем-с, ждем-с. Так, хороша, что она как бы да быстро стреляет, ты огонь контролируешь. Ну, есть, конечно, у меня тоже недостаточки. Уже что-то орет мне на ухо. Ага, я понял. Я вас понял. Слушай, я попадал, я попадал ему пощупать. Не рассказывай мне, скажи. Блин. Так, они меня сильно покусали так-то. Ублюдки. Ублюдки. Блядь, что они там делают? Слушай, а знаешь, у меня есть уже идея какая? А, позовите на свой обелиск, как бы. У меня есть... Слушай, это какая-то херня, знаешь что? Я не могу обратно выйти. Бля, я хотел с той стороны зайти, чтобы пострелять. Слушай, они настолько резко... Бля, я его поснял. Короче, все, я понял. Я понял. Эти ребята хотят серьезный разговор с серьезными пушками. Открывают дверь. Бля, это было почти хорошо. Да ёб... Твою мать! Я пройти туда не могу. Понятно тут, блядь. Да... Сейчас, вы что тут охерели, что ли? Блядь, два строя. Вы охерели? Вы в натуре охерели. Отрежу тебе все членики, блядь. Слушай, это... Я на легком играть, ты понял? Меня эти ребята чуть не раскидали. Еще у него членик вырос, блин. Засунь свою клешню обратно в задницу. А, он понял, что я тут сбоку... Да умирая, алё, чё он дергается-то еще? Слушай, я не вижу, где у него клешня. А, вон он внизу. Куда она, да? Кажется, кажется, он все. Минус. Минус. Или не минус. А, ты тут еще живой, блядь. Или... Писяц, вот эта зона, блин. Вот эта зона. Вот это хардкор. Из него я пистолет выпал. Спасибо, блин. Очень ценно. Тут магазин есть, хотя бы это успокаиваю. Так, в чем проблема? Мосты здесь под напряжением. Непалатки с мостиком. Окей, это мне уже сказали. Это я понял. Так, я вижу... Шкафчики. Куча оружия. Куча оружия. Здоров. Ты живой? Был. Стать здесь не особо не нужно. Достать из садьбы мне не пригодился бы здесь. Я что, эти члены, эти коконы бы замораживал. Так, сохранение и проход дальше. Но мне нужно нырять в трубу и идти хрен знает куда. Блин. Ну ладно, давай. Сохранимся. Что-то... На самом деле, как бы эти стражи не сложны. Что они к стене. Они даже не двигаются у стены. Висят, кидают эти коконы. Ну блин, вот, вилл на большом пространстве. Они тупо тебе количеством берут. Просто заспамливают тебя этими коконами. Так, у меня, скорее всего, засранный инвентарь. Я продам чуть-чуть. Совсем чуть-чуть продам. Чисто так. Для приличия. Так, аптечка пригодится. Полупроводник. Нафиг, 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 нафиг. Это и оставлю. Это мне прям вообще кайфово с этим ходить. Лезвие тоже. Вкусные заряды. Все. Песят тысяч неплохо. В принципе, мы уже почти в притиручку подходим к сборке. О, подожди, давайте на всякий случай еще... Ну, я думал, что не будет, конечно, комнаты. Но она появилась. Еще один узел купим. Мы так-то тысяч сто, и можно еще одну пушку вкачать. У нас останется одна пушка на прокачку. Нет, пока одна узла хватит. Ну что, погнали туда. Что делать? Вот, я помню, что мы где-то в трубе прыгали. Хотя мы в третьей части довольно часто прыгаем. В этих трубах. Такой момент я помню. Так. Она может просто ходить там. Хорошо. Хорошо. Аккуратненько. Здорово. Очень удобно. Я не знаю, насчет у тебя там этот голова не кружится. У меня тут немножко кружится, как бы. Представь, какого-то с моей стороны. Как бы идея прикольная с гравитацией. Все сделано дубовая консоль на под геймпадике. Но я думаю, на обычном пока можно было бы это реализовать поинтереснее. Я не знаю, как туда заходить. Смотря в какую сторону. Вот так смогу. А, блядь, еще кишки тебе в лицо, блин. Давай. Так, все отрежу, тебя не волнусь. Просто не волнусь. Лучше, может, боком заходить тогда. А, типа, обычный коридор вот так. Слушай, у меня реально башка кружится от этой фигни. Хорошо, что это один раз они сделали такое. Вообще, можно объяснить, почему здесь так много мяса? И для чего эта труба? А, я уже понял. Короче, эти штуки будут двигаться, когда мы обратно пойдем. А, нет, значит, надо еще и прыгнуть. Чтобы там на тебя неожиданно накинулась херня, и ты не успел в нее прицелиться. Правильно? Правильно. Так, а что такое? А тут есть гравитация или что? Нет, тут гравитации нет. Тут есть стазис. Восстановить энергия. О, вот это спасибо. Вернули патроны. Потраченные на этих ублюданов. Так, ну, короче, предлагаю стазис зарядить. У меня он заряжен. Я сейчас прикину, сколько нам обратно топать. Ну, обратно, нормально так топать. Так, ну, давай еще восстановить энергию. Потяните вниз. Что там, используете? Кенедис модбенд. Тут просто для идиотов, конечно, написано, что... Ага. А, это, короче, труба типа энергию вырабатывает. Логичненько. Да, там у тебя начинает кружиться. И мясо понятно, откуда тут взялось. Я могу туда прыгнуть. Почему? Подожди, я не могу туда прыгнуть. По какой причине? Ну, давайте как-нибудь вот так встанем. Вот и мясо начало засасывать. Так. Возьмем пистолет, чтобы целиться лучше. Пробежали. Хорошо. И по этот. Блядь, я отвлекся на трупак твоего... Твоего брательника, бля. Что, что, не умер? Да ладно. Да ёпт твою мать. Слушай, чё их не засасывает, а? Аптечка! Я взял. Можно, конечно, было бы схватить стазис. Войдем кинетикой, но... Ну, не надо. Можно, но не нужно. Блин, слушай, я... Реально немножко штормит, а? Так. Окей. Отходим близко. Попадаем с заморозкой, пробегаем. Нет, не сложно. А, тут всего два вентилятора. Я думал, их больше. А тут можно просто вот так. О, тут ящик, который я провтыкал. С большой аптечкой, нормальная тема. Ёпт твою мать, какой там друг у нас. А их два тут нет, один. Не знаю, а так урон же ему проходит, да, типа в лицо, как и его друзьям. Офига ему руки оторвало. Он еще умирает без рук. Сочный парень. Ну, все, все, откинься, че-то. Так. Что с тебя выпало? Нет, ноги раскидывали. Слушай, с него ничего не выпало. Это что-то... Это... Это не спортивная херня. Слушай, тут опять патроны появились. Я их... Это узел? А, это с него, наверное, узел. Так почему он здесь оказался? Интересно, интересно. Погнали. Бам-бам-бам-бам-бам. Протянули. Че, последний закуп будем делать в магазе или нет? Давай сделаем. Прямо, прям, знаешь, это символично последний закуп в магазине. Слушай, прикольно. Ну, подожди, ладно. Какая-то физика здесь есть, ты представляешь. Легкая физика. Она заталкивала, короче. И... Закуп и сохранение, конечно же. Сохранение. Сохранение, это важно. Сохранение всегда важно. Сейчас, сколько аптечек у нас? Давай оставим большую-маленькую. Батаре точно мне не пригодится. Хотя, сейчас, ну, я заправлю сейчас дает. Блин, у меня полная обойла. 9 и... Это можно, блин, но недорогие. Не хочу продавать, они недорогие. Что-то... Нет. Вот это. Вот это. Против ребят лазерко ставим. Против босса, который здесь будет, естественно. Ставим резак. Ну, он домашний, хорошо и быстро. Лучше всего. Сохранение, естественно. Итак, мы прошли игру за 15 часов. Неплохой результат, мне кажется. Ну, можно за 3, я уже так говорил. Ну, за 3, за 3 это не поиграть в игру, это, блядь, потеребить волозы яйца и все. И не знаю, кто удовольствия на таком получает. Ну, спидранер, само собой. Но это другой уровень. Удовольствие. В принципе, я ачивки иногда на время выполнял. Это тоже так довольно интересный опыт. Удовольствие, когда ты проходишь на время, действительно кайфово. Ну, именно когда ты получаешь достижение или там что-нибудь такое, какой-нибудь результат бьешь. Так, что у нас тут рабочая? В стороне входа спрещен. Рабочая зона Б. Гравит. А, не все еще гравитационного подъемника. Я думал, что это конец. Оказалось, что нет. Еще узор, да ладно. Я зачем устыдует, если мы, собственно, прокачаться уже не сможем нигде. Только если обратно топать. А обратно, кстати, топать нельзя. Кстати, да, интересный вопрос. Обратно топать нельзя. А я там дверь, которая ведет к этому. Видишь, в конце пути прям длинный мост, который ведет как раз к магазу. Интересно. Что, что? Что, куда? Ген и музон. Там, типа, напомнили, что это планета жива, что ли? Но я, как бы, особо не забывал. Так, мертвые ребята. Граффити искусство. Я, кстати, бегаю немножко покоться. Сейчас на хп свое посмотрел. Схавать небольшую среднюю аптечку. Просто установим почти в притирочку. Так. Вот еще аптечка, как вовремя. Редиттем. Так, ну что, неужели тут мясо будет? Давай, что? О, там что-то заныка на сутре. Большая аптечка заныка. Ничего себе. Вот это подгон. А что? А, кстати, а назад мы его, в теории, не можем накатить? Нет, слушай, обратно мы его не можем толкать. Оно, видишь, там на поворотах стыкуется с чем-то. И все. Ладно. Не послышалось или там что-то, блять, пробилось? Нет? Ладно. Послышалось. Так. Я вообще думал, что здесь последняя комната будет. Ну, во всем мы выходим уже на взлетку. Походу. Я всего лично так долго находиться с этим мобилистом, который как бы всему виной. Я его просто развалить бы к чертову батюля. Но нет. Ёп-моё. А вот это криповенько. Ёп-моё. Я тут даже по странам не по странам, насколько я офигел. Уже много патронов. Очень много патронов. Боеприпасов. Такие электрические лучше назвать боеприпасами, да. Очень много боеприпасов. Он клешни спрятал, это хорошо. Даже здесь есть вентиляция, понимаешь? Даже, блять, на планете, сука. Пустынная есть вентиляция. Откуда в теории могут эти ублюдки повыпрягивать. Так. Статус грави подъем. Он держит. Ёп-моё. Вот тут, короче, я понял. Тут, короче, надо винтовку брать. Думаю. Не надо винтовку. Блин. На какую кнопку винтовка? Ага. Понятно. Ёу. Мазафака. Мазафака бич. Спину мою оставил. Блин. Тут еще... А, это маленький. Я думал, там... Ёу-ду-ду-ду. Твои ноги, блин. Вы тут, блять, в дуэте работаете? Ублюдки. Ой, а что такое? Ногу зацепило. А, ну хоть с них аптечки падают. Что ты там барабанишь? Алло. Так, все. Я напомню, что я тут главный. Я Айзек Ларк. И у меня, блять, резак. Я готов теперь базарить с вами по-серьезному. Давай, давай. Толкай, 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 толкай. Не, не то, что его сильно напрягся. Ну, просто, блин, неожиданно. И тут все поупрыгивали. Причем, к этому не было причин. Все поупрыгивали. И где тут еще должны быть клешни? Еще палец. А, вот, реально, слушай, пейдю, стал слушать, ну, я серьезно. С того же материала. Подожди, перед тем, как я это сделал... О, патроны. Неожиданно. Блин. Ёбас, тут машина. Так, короче, меняем валыну. Ну, не знаю, как вы от этого увернетесь. Минус все наши ноги. Так. Я понял, что ты самый умный, блядь, отошел, да? С пути обстрела и такой, ё-моё. Кто еще хочет что-то, блядь, мне сказать? Не, как бы... Инженеры мы инженеры, но... Ёбас, подожди. Я за резких движений. Они типа бесконечно будут идти? Я же готов бесконечно стрелять. У меня настроение... У-у-у, музыка. Господи, тише, тише, тише. Не звони, не звони, не звони. Страшно, страшно. Тут страшный момент, а ты еще звонишь. Не надо. Так, а это че такое? Это че такое? Слушай, они идут еще, слушай. А, ну, скорее всего, они будут до конца, типа, уже игры перейдем. Сейчас он побежит на меня. Немножко недолго перебираешь, брателла. Чего все морпехи такие страшные, блядь? Ну, ладно, это ж морпехи. Ну, ничего личного, нет, именно в игре. Как-то проиграю у меня. Все, я дотолкал, успокойтесь. Успокойтесь. Активировать погрузчину, да. Все, мы прошли. Все спасены. Кто там сзади, нет? Никого сзади нет, я просто пацаны проверяю. Я всегда в тебя верила. Я знала, ты вернешься за мной. Мы одно целое, Айс. Мы одно целое. Да цели некуда. Она исчезла. А это хорошо, как бы? Это как бы не выглядит, что это хорошо. Внимание. Киевы орбитальные захваты отключены. Тектонический средств освобожден. Солкновение неизбежно. Немедленная эвакуация из этой зоны. Как раз она упадет на эту херню и придавит этого мутанта. Ну давай, я как бы не хочу здесь оставаться. Логичненько. Что на без статуса игре подъемника неполадки? Короче, начинают пуске породы падать. А, ну ладно. Вовремя. Вовремя. В конце игры. Возвращай. Возвращайтесь. Покидая зону разработки, необходимо пройти по земле. Айфек, ты же не думал, что я вот так просто убеду, да? Я не могу, друзья, я не могу. Я набираю, а не могу. Жаль. Ведь мне не жена уграми. Даже с учетом того, что ты чел. Что ты мне не веришь? Сгляни на себя. А лучше посмотри еще раз, что запись от Николи. Только на это сразу до конца. Айф, привет. Это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Так хотелось поговорить с кем-то. Тут все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. Вот так, тебе по-настоящему нужна лишь такая мелочь. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Ты видишь? Ты псих, как Кейн, как Капитал. Николь была мертва все это время. Это было плодом твоего больного Уфмана, который играл в тобой. Но не бойся, теперь эта штука будет в безопасности. Подальше от этого проклятого места. Прощай, Айзек. Задание добавлено. Через задание. Верните в челнок. Неужели Кенда права, я схожу с ума. Николь была мертва все это время, а я веду галлюцинацию на вейный обелиск. А он пытается заставить меня вернуть его на планету. Как будто обладает разумом, жизнью. И он опять у Кендра. Надо вернуться в челнок и избежать с планеты, пока в нее не влетел чертов астероид. Интересно. На самом деле, если прочитать название первой буквы всех глав 12, то будет получиться слово Николь из ДЭД. Что будет говорить о том, что она уже мертва. Так. Необходимо пройти процедуру обеззараживания. Покидая зону разработки, возвращайтесь к поставочной площадке. Окей. Ну, в русском варианте, так сожалению, сохранили. Поэтому только в английском. Николь из ДЭД. Пасхалка. Да, Николь мертва. Что здесь? Антуражик такой интересный. Я тебе пробую чисто челлендж пройти игру до конца с пистолетом, чтобы было это очень пафосно и круто. А, здесь нас этот... Скорее всего, нас хватит этот клешня, да? Слишком длинный коридорчик. Ну, в любом случае, мы... Записали достаточно мощный, в принципе. Это кто так хорошо пинается? Так, мы в том самом месте, куда они могли зайти. Это склад, у которого много патронов, кстати, для лазерной винтовки. Они прям искушают на нее взять. Батареи, да. Ну, батарейки тоже. Лазерные магазины. Аптечка. Плазменная энергия. Лазерный магазин. Чудесно. Так, итак, карта. Да, мы в этом отсеке, мы выходим. Мы выходим. Ага, ага. А, но все-таки нет. Мы, конечно, в таком последний раз пришли. Я думал, что боссфайт... Ты же, я проходил игру когда-то, я не помню, где боссфайт финальный. Я все-таки думал, что он происходит справа. Ну, где мы сейчас были. Оказывается, где-то место особого нет, где боссфайтиться можно. Так, ну, это нам точно не надо. Блин, ну, плазменной энергии я оставлю. Все-таки я хочу с нее пострелять. Теперь лазерный магазин вообще не знаю, их дофига. Но нужны ли они... Просто в боссфайте-то они не пригодятся. Знаешь почему? Потому что снаряд долго летит. В принципе, продадим тогда вот так. Лазерный магазин тоже. Интересно, снаряды. Тоже их у нас много. И... Килы тоже не надо. Так, у нас тут 100 тысяч. Слушай, ну... Чисто, знаешь, ради спортивного интереса. Кстати, а мы можем взять... Гишик дышать со стукой степей в душе кистики. А, понял. Вот все. Я вот это и хотел узнать, если можно ли взять оружие. Да, я сейчас специально оттягиваю момент последней битвы. Мне интересно. Подвес. Музыка еще такая напрягающая. Я хочу еще посмотреть насчет силового вот этого резака. Хочу узнать, как у него интересно идет прокачка. И хочу пробовать прокачать. Почему бы и не сделать это. Я же как бы ты знаешь, что вот футажи записываю. Поэтому у меня чем больше информации на экране, тем лучше. А это значит, что будет интересный видос еще. Так. Опять вкус. А что у нас урон, объем, перезарядка, атака? Атака это типа... Которая по полу он бьет, да? Ну, короче, уже три узла просто в минус. Бесполезно в минус. Круто. Это, по-моему, самое дешмана прокачиваемое оружие, что я видел. Ну, подожди. Ну... Есть, знаешь, какая идея? Есть идея. Ну, нам все равно вот сюда надо зайти, перезарядку сделать. Сюда. Бойму. Получается вот сюда. Получается вот сюда. Еще ущерб. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть узлов. А мы купили сколько у нас было? Девять, да? Шо, пятнадцать узлов на все. Ну... Ой, неплохо, неплохо. В принципе, получая еще десять узлов за начало НГ+, новой игры+, то, в принципе, все прокачать в этой игре реально. Кстати, а что будет, если, знаешь, что там же это? Слева есть эта обзорная палуба. Может, давай сейчас туда выйдем? Сейчас только надо тут все-таки убрать, взять винтовку. Я не думаю, что против огромного босса километров длиной нам пригодится дробовик, ну, или толкач. Я не знаю, как его назвать правильно. Собойте оба этих ствола, которые мы не вкачали, они отталкивают, они не носят урон прямого. О, там ящики поелись уж опять. Тут вообще много чего появилось. Еще у ящиков-то по смыску по здесь ящиков. Шесть, ладно. Ладно, давай сохраняемся и... Файл Баттл. Давай, финал. Человечество против инопланетных уродов. Это фон жизни. Файл Баттл. Файт. Опачки, пока нас эта херня не видит, мы... Ну, не пиздим, но... Парисываем ресурсы. Опять же, откуда эти ящики здесь нарисовались? Опять вопрос к сценаристам. Идея с открывать им ящиков, которые не мог открыть раньше, это... О, нифига, а что на зеленом-то подсвечивается, когда ты не светишь? Типа что, в отьме ночной было видно? Так, у меня опачки, пока не видно. Пока никто не видит. Ну, я такими тэпами могу еще ящиков тут наворовать. Просто, я думаю, я туда выйду, и начнется экшон, поэтому мы пока что собираем. Так, ну, конечно, сейчас баллон схватишь. Ну, нет, слушай, нормально. Он долго возвращается обратно. Вот это очень долго, блин. Правда, шмотки можно якобы... Ну, вот свои шмотки, когда я вот так кинул, типа их можно подбирать уже там. То есть... То есть, в идеале, как бы, во. То есть, вот так это работает. Но я бы не сказал, что это особо быстро, но прикольно. Просто заходят. Отсюда даже не видно, что там лежит. О, черт! Очень непонятно, как оно почувствовало, где находится она. А, ну, она уже все, да. Пульс потерян. Ну, да, как бы с этим так просто не повоюешь. Так, ну, я вижу желтый нарост у него на лице. Ну, не на лице, а на... Лицевой части, давай так назовем. Ну, вот, и что... Ну, вот так, как бы, ари меньше, и, блин, не будешь получать фушбан. А все, кстати, нифига он отбивает, выстрелил. Да, во время. Это я так интуитивно увернулся от его щупы. Окей. Конечно, можно покидать в него вот эти баллоны, но... Куда стрелять? Я не вижу нарост. А. Ладно, окей. Слушай, ну, бля, я даже не знаю, в какую сторону мышка крутить. Ну, вроде она... Он вообще должен уже у меня был где-то посидать. Здорово. Все, окей. Так, подошел ко мне поближе поздороваться. Окей, увернулись. Увернулись. А, что делать-то? Честно, это на яички похоже. Я... Не спрашивай меня, откуда я знаю, но... Блядь. Книжки по биологии я в школе как бы смотрел. Там вот такие же были картинки. Не совсем понимаю, как это работает, но ладно. Мне просто надо как дебил бегать лево-вправо. Он не может запомнить, что я бегаю влево-вправо. Ладно. Ну, открывай, блядь, свою брюшную полость, блядь. Не знаю, я помню там... Блядь, насколько мне патронов? Я как бы уж очень много настрелял. Я, наверное, три... Три обоймы я расстрелял. Вот это я... А что, это летально? А, нет, не летально. Ты попал, наконец-то, по мне. С учетом того, что непонятно, короче, какую клешню и куда он бьет. Слушай, у меня еще есть в запасе патронов. Вот он машет клешнями, и как понять, какой он бьет? А, ну вот он типа замахивает. Окей, я понял. А он все равно всеми клешнями бьет во все стороны. Это был близко. Мы его нормально так покоцали. Вообще, на что он похож? На что он его похож? Так, ну я больше отростков не вижу, поэтому... Что ты хочешь, чтобы я с тобой сделаю? Ё-о-о. А, конечно же, как наивный такой подойду, посмотрю. А здесь края нету, ну ладно. Хорошо. Так, мы летим отсюда. А подожди, а монолит... Ой, монолит обелиск этот... Что с близком-то делать? Ничего не делать, он здесь. Ладно, мы просто улетаем. У-у-уль. Ну, правильно, там как бы астероид падает, ну... Пусок земли, и ладно. А, ну он все равно вместе с обелиском, наверное, все взорвется, так что нафиг нам это надо. Ну, потому что эта херня вроде как размером с планету, мы не верим, что ее убьет падение этого нетеорита. Такая вся, как мы быстро взлетели. Можно не смотреть стеклянной частью на взрыв, потому что единственное узимое место у корабля. Ну, еще движки, конечно. Просто инженер. Айк, привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости. Ну, если там был младенец, я бы испугался сильнее. Производство компании EA Redwood Shores, который после этого, после этой игры через несколько месяцев станет в Visceral Games, и который, к сожалению, в 2017 году будет закрыт. Печальная судьба. Ну, как бы... Все, как бы, ну, студия закрылась, люди-то остались, люди до сих пор творят, делают игры, и это классно. Ну, не знаю, мы досматривать будем или нет, как бы, титры. Пока что расскажу. Ну, я второй раз прошел, в принципе, достаточно бодро. Многие места я уже подзабыл, так что теперь есть, так сказать, видео подтверждение того, что мы это сделали, мы прошли ее. Ну, насчет... Да, я знал, я помнил, что Кендера предатель, как бы, она очень себя странно вела. Теперь было понятно, почему. Получается, что она работает на правительство. И правительство изначально создало этот обелиск и поставило такой опыт. Странно, что оно, получается, притащило... Подожди. Оно, получается, притащило обелиск на эту планету. Там людей, вроде как бы, не было. Или были. Но там уже был этот... Вот эта херня уже была. Или она создалась благодаря обелиску, по-моему. И она хотела обелиск забрать. А зачем его забирать? Ну, типа, опыт... Много вопросов, мало ответов. Вот. Ну, что я тебе скажу? Мы сразу сейчас... Ну, сразу это... Через какое-то время. Но для меня сейчас буквально завтра-позавтра я ныряю во второй Dead Space, в который я вообще не играл. Даже не видел. Ну, видел там трейлеры. Трейлеры не считаются. Вот. Ответственный по свету. Кстати, неплохая должность. Освятитель в игре. Ну, это, кстати, очень сложная работа, на самом деле. Ныряю во второй Dead Space. И мы будем погружаться в мир ужаса. В лучшую, как говорят, в лучшую часть по Dead Space. И все это во вторую. Третью я вообще знаю идеально. Она... Ну, простая, она фановая такая. Ну, в общем, она хорошая, граница. Смотря на то, что ее все считают плохой. Ну, она плохая, как хоррор. Но там уже, как бы, не совсем хоррор. Там больше экшен. Больше приключения. Road Movie, можно сказать. Такой Road Game. Она хороша. Она хороша. Ну, что, я не знаю. Она, как бы, титры-титрами, да? Может, все-таки там это... Если я нажму Enter... Если я нажму Escape... Escape сработал. Глава 12. Мертвый космос. А, все? Ну, там написано завершено, я думаю. Получено боевое снаряжение. Полученный досье. Приз 50 тысяч кредитов. Приз 10 силовых узлов. Сверхсложный режим открыт. В смысле? А, боевое снаряжение. Это они называют костюм шестой. Сверх... Сверх... Сверхтехнологичное снаряжение. Да. Посохранить текущую игру и пройдите еще один раунд с полным снаряжением. Ну, смысла особого в этом как бы нету, но... Я представляю, как там запотевать на сложном уровне. Слушай, а можно? А что, кстати, настройки? Ну, подожди, сейчас. Видео. А что за видео? А, это качество графики. Я хотел зайти в этот... Ну, в досье я хотел зайти. Надо продолжить игру. Что это такое? Чено-классовый лау келлен. А, ну это начало, правильно? Да, мы же на келлене прилетели. Ну, я сейчас просто для себя погляжу и, собственно, покажу, как выглядит снаряга на НГ-плюсе, короче. Ну, и сам гляну, я что-то скрины не гуглил, как там этот выглядит. Посмотрим на снарягу, посмотрим пэнк. Ну, пэнк на месте, по-любому, куда он денется. Единственное, да, мы смотреть не будем, потому что, если ты хочешь посмотреть, как начинать... Или хотя, а я тебе скидну нельзя, да? Нифига себе, пиксельное изображение, ну и так как бы пиксельное. Потрясающая атмосферная игра. Я вот тебе говорю, с учетом... Ну, я знаю много игр, я знаю много вселенных, я знаю, как они поддаются, что... А, подожди, это что? Миссия Келлен Курси основной стойки по жизни. А, ну это начало, это же мы читали, да? И сейчас с Николь начнется, правильно? Хотя нельзя проскипать. Поэтому... Я знаю много вселенных, я знаю, как они поддаются, и... Я, знаешь, я бы очень хотел, чтобы мной, вот прям горячо любимые игры, были так же проработаны, как Dead Space. Dead Space мне просто нравится из-за того, что он реально качественно сделан. Качественный продукт, качественная подача сюжета, сценарий раскрыт, анимации, атмосфера, все. Это очень цельный продукт, который готов на 99%. Это просто почти недосягаемый. Это Хидео Козима иногда делал игры, там, типа, Metal Gear, и... Где-то приближался к уровню глубины произведений своего. Можно это уже все окей? Нет? Так, мы на месте синхронизируем орбиты. Сколько морокий из-за какого-то обломка. Конечно, нельзя, чтобы он сохранился, но... Вот, и именно Dead Space, он заставляет меня, как человека, который не любит хорроры, он заставляет меня себя любить. Я полюбил Dead Space именно из-за цельности мира. Я рекомендую, если ты не зашел случайно на это видео, посмотреть целиком прохождение. Плейлист внизу есть, там сколько, 15-16 серий или 17 будет. Ну, где-то в том диапазоне. Почти... Ну, это полное прохождение. Я, в принципе, собрал все, что можно. Вкачал все, что можно. Все открыто, все прочитано. Все пропылесошено, можно так сказать. Потрясающая игра. Я надеюсь продолжить в таком же духе и пройти три основные части. А, возможно, если я смогу как-то и другие игры поставить, ну, которые не для ПК, там, V... Где-то, не дай бог, найду. Ну, блин, очень хочется, конечно, мобильную версию Dead Space, которую удалили из App Store, к сожалению. К сожалению. Все это хочу попробовать и почитать, посмотреть, но... Внизу есть ссылочка на канал Bizzical Studio или просто Bizzical Studio. Есть канал на YouTube, который занимается хорошим, отличным. Ну, ладно, давай. Отлично, слишком хорошим разбором. Лучшим разбором в Рунете. Но технически очень хорошим разбором, который полностью расскажет тебе все о Dead Space. Вот все, что я тебе сейчас последние пять минут, пока они тут треплются языками, рассказывал. Там все рассказано вообще шикарно. Все рассказывало. Это круто. Так что, если тебе интересно, зайди, посмотри. Там рассказаны книги, комиксы, все части. И все в нескольких частях вообще потрясающее кинцо. Намного лучше, чем русские фильмы, русские кинематографы, сериалы. Посмотри и рекомендую. Именно не потому что хоррор, а потому что именно очень качественная вселенная. Единственное, как бы я, может быть, после этой части буду думать, там единственное, что не трогали разработчики, это откуда взялись главные, типа, эти враги. И, ну, самый главный враги-боссы вообще всей серии. И откуда они взялись, и что они хотят. Ну, кроме того, что убить всех. Убить всех-то понятно. Откуда они взялись. Просто эволюционировали очень странно тогда. Я почему сейчас говорю во время заставки, потому что мы это уже видели в первой серии. И в первую серию можно найти внизу посылки описания, опять же. Так, слушай, а мы в крутом костюме, да, сразу или нет? Можешь сюда. Очень странно, что она прилетела сюда на... как на Келлионе, на наш челнок. Притом факт, что на засланный казачок могли и с Вейлором ее отправить, как бы... Это точно крутой костюм? Он выглядит как последний, не, а? Как последний, который мы одевали. Да нет, это пятый костюм. А нам шестой нужен. Ну, я добавлю, правильно? Или я что-то путаю? Не, ну оставить инвентарь. Костюм пятый. А что, нам до магаза переться аж надо? Да ладно. Да ладно. Так, а где найти эти базы данные? Активация на ютинфопанель? Заменена. Так забавно, мы начинаем игру, а у нас как бы уже все, все есть. А как, как зайти обучение? Работа с... Ну это мы знаем. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот сейчас охеряет этот некроморф, который должен бежать за нами, когда у нас оружия нету. Ну нахерен? Вот это, пожалуй, глава 12, а после обращения Николь Хаус в колонии. Вот это, наверное, то, что нам... Ле. Нет, это мы слушали, подожди. Это мы слушали, это мы слушали. Блин, геморрно. Единственное... Нет, подожди, восстановлю. Что-то вот это, это... Вот это, наверное, инфа. Юнитология в свидетельствах очевидца. Я слышал, ну тут довольно много информации, да? Блин, давай так. Я сейчас, короче, это читать все не буду, потому что нам еще до магаза бежать. Я просто аккуратненько вот так проведусь, чтобы, если тебе понравилась игра, ты мог нажать паузу и посмотреть. Я также сделаю себе футаж и сам... Нет, я сейчас закончу и сразу сяду и посмотрю в записи, что получилось, и почитаю, что здесь есть. Вот, я просто не хочу. Мы как бы так уже игру закончили. Тут можно, в принципе, надолго засесть, зачитывать инфу. Назовался там, ребята, ушли вперед, как бы... Им вообще тут это... Я надеюсь, я не быстро листаю. Им по кайфу. А мы как бы... Я как бы могу сейчас подойти в толпу, там, где Кендер стоит, и Хамондо показать видос, как она... Как она говорит о том, что она засланный казачок. Было бы забавно, если бы на этом игра закончилась. Так, а если я выйти, нажму меня, куда выкинет. Блин, неужели мне каждый раз, надо вот это будет заходить, а? То есть мне откроют это голову сюда. Вот это же инфа, или как бы нет? Ижи и шмачу. Ижи и шмора. И статья указана SS для издания удивительного вселенного. Блин, ну тут дохера. Инфо типа это для тех, знаешь, кто этот... Кто хочет больше закопаться. Просто с игрой не было в основном никакой этой документации. Может, какие-то издания, конечно, были. Я не особо глубоко шарил в этой теме. А можно прийти тут вправо листать, нет? Или вниз? Нет, тут есть только выйти, блин. Блин, я что-то... Я что-то... Блин, я нажал то, что надо было. Блин. Я нажал то, что надо, но не в ту сторону. Так, отчет по запросу о личном деле. Планетарная расслаботка. Среди рекомбинаторного заражения. Красный обелиск. Кому? Заку Хамонду. Вот. А, это инфа нас. Это инфа нас. Слушай, смотри. Ага, планета Земля. Прибежная платформа. Пол Кларк. Так, инфа о родителях. Инфа о родителях. Это всегда важно. Ага. Октавия Кларк вступила в контакт с церковью Нитологи. Печально, но... Я думаю, в этом что-то было. Это, кстати, Хамонду, блин. Может, пока это буду задним ходом идти. Блядь. А, я там прошел всю игру, короче, думал. Как, блядь, бегать? Спасибо. Хотя, хотел, блядь, сэкономить время. Игра меня обманула. Давай. Еще раз. Где мы тут остановились? Так. У нас по-моему слышно. Вот. Здесь мы были. Пам-пам-пам. Это, в принципе, уже и конец, да? Да. Так, он с медиком Николь Брэннон. А, о, инфа, что мы с Николь Брэннон. Кендра Дэниелс. Мне не удалось найти никаких-либо данных о ней, но Дарлтон готов покляться в ее надежности. Именно по его рекомендации она попала в экипаж для этой миссии. Если он полагает, что у него есть все необходимые навыки, то кто я такая, чтобы это спать? Интересно, кто эту инфу предоставлял? Не знаю. Не знаю. Следуй за охраной. Подожди, 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 подожди. У нас там еще осталось две инфы. Просто все остальное, почему я сейчас смотрю это? Потому что это сейчас дали вроде как после прохождения игры, вроде бы, хотя я не смотрел. Все остальное мы в процессе игры прослушали. Опять же, намекая на то, что ты можешь глянуть это внизу по ссылке в описании, там есть плейлист. Планетарная разработка. Блин, еще. Уишка из раздела рудные и космические разработки информационного пакета для акционеров СС. Потрошение планет. Он вообще рассказывает, что такое Нанейшемура. Блин, тут много инфы. Я как бы сейчас мог бы минут на 15 тут засесть. Но я, кстати, не думал, что последняя миссия займет так много времени. Я хотел еще, я помню, в прошлой серии типа да пройти быстренько. Ну быстренько. Тут на часик еще можно побегать было. Так. Реклама СС. Вступляй в СС. Как он ее сказал? СС, да. С-А-С. Эй. Ну да, СС, да, правильно. Я, как всегда, умею говорить сам с собой. Так. 2-2. И осталась еще инфа по заражению. И вот это что? Вот это мне самое интересное. Доктор Геобернати. Автоматическая сценограмма. День карантина. Скончался. Доктор Клифтон. Доктор Хоган. Очень интересно, почему проходит именно такое заражение на ментальном уровне. То есть, понимаешь, эти ребята, некроморфы, они мертвые. И заражение, они происходят не по воздуху. То есть, монолит влияет на сознание. После чего... Ну, человек умирает, либо убивает себя сам. Неважно. Мертвая плоть получается. Ну, уже клетки умирают. Вот. А, это, кстати, вот этот момент. Кстати, по-моему, исследование комендартов заражения. Как раз, по-моему, в анимационном фильме, по-моему, было, если не ошибаюсь. Там как раз была самая, когда чувак ожил и вентиляция убежал. И после этого мертвые клетки оживают. Причем на каком-то ментальном уровне. Это очень странно. Фрагменты основного файла. Доктора Эйда Дука же. Кому генералу Эмбросу Кайден. Ограничный доступ. Максимальное шифрование. Ну, вот инфа о том, как нашли на земле черный обелиск. Есть вся инфа на канале Безикул. Заходи, там все это рассказывается. Просто офигенно, как интересно. Просто смак я смотрел. И прям слюни текли на материал. Просто божественно. Просто божественно. Я не знаю, вроде я так глазами не успеваю читать. То есть, если ползать, то я думаю, тут все можно просмотреть. И сейчас я буду в задницу идти, потому что там опять какой-нибудь метю, типа, как целится, нам покажут. Блин, мне очень хочется сейчас увидеть этого некроморфа, который за мной побегут, когда я буду с огромными стволами ждать их в комнате. Так, ну все, слушай, мы посмотрели. Все, на, тут до сих пор это менюшка, блин, понятно. Так, мне интересно, Пэнк. О, кстати, а можно Пэнк сразу забрать, если он здесь есть? Нет, есть, 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 Пэнк. Здорово, ребята, давайте топайте. Пэнк. А, у нас нету этого, у нас кинезис модуля нету. Все, окей, я думал он останется, а его нет. Ладно. Хорошо, давай-давай-давай-давай. А, я не могу, кстати, даже атаковать. Ну, так могу, а с руки я, кстати, почему-то атаковать не могу. Да-да-да-да-да, синий голограмм. Да, это я знаю. Ну что? Что? Выпусти меня. Нельзя мне остаться с этими ребятами, я бы тут всех спас сейчас. Сейчас мне не страшно. Так, ладно, я тут сейчас все надо поудобнее, покомфортнее. Так, что тут? Кредиты, это понятно, это все. Почему я не могу, вот почему я драться не могу, алло? Почему я все должен открывать выстрелами? Что-то, что-то интересное обучение. Я сохраняться не буду, наверное, потому что... Ага, только их нет. Вообще никого. Я не регистрирую никаких переговоров. Эта консоль все еще дышит. Айзек, подключись к ней, может, что-то узнаем. Кендра, постарайся запустить лифт. Цепи обесточены, не выйдет. Так найди, где есть питание! Будем работать одной командой, быстрее поймем, что тут происходит. Айзек, разберись с компьютером. Бла-бам-бла. Дверь закрыта, открыта, открыта. О, я, кстати, ни разу локадор-то я не использовал, потому что пылесосил, все очень круто. Я... Я... А те ближайший магазин-то я не помню. Система туннеля отключена, подмещаться будет непросто. Вентиляция заработала, уже хорошо. Мамагаз. Мамагаз внизу, а где этот внизу? Это вагонетки, что ли? Бля, это вагонетки! Это вагонетки, блин, далеко убежать. Можете все расслабиться. Стойте, замрите! Что? Я все, сколько времени бежать-то до вагонетки там, блядь? Блядь, ключ найти. Вагон, все вагон, вагон! О, как жаль. Давай, давай. Есть! Айзек, убирайся оттуда! Двери открыты, беги! Они убежали, смотри. Двери открыты, беги. Здорово. О, не ожидал, да? Не ожидал, а тут такой... Нифига, он реально не ждут, а посадят, он довелся в 4. О, чудесно. Че ты орешь, блядь? О, слушай, они даже, по-моему, даже не надо в конечности стрелять, они просто так умирают. Да еб, вашу мать, вы че в охерели, блядь? Че вы все, блядь, мне на голову подойте, блядь, как дерьмо, блядь. О, я тебя вижу, блядь. Блядь, хорош. Хорош. Он, знаешь... Беги, Айч, убирайся с вами! Беги, да-да-да. Это я не кормов на крючок, бегите, ребята, убирайтесь отсюда. Я-то... Ой. Сейчас, чувак, заглянем сюда и... Не-неожиданно. А, блядь, тут заставка, блин, ладно. Это хорная заставка. Блин, а че нам надо, чтобы дойти до станции вагонетки? Блин, это надо найти ключ-карты, еб, в этом бегайте, блядь. Починить эту вагонетку надо, еб, твою мать. Это вообще надолго. Это вообще надолго, это вообще надолго. Ой, блин. Я постараюсь сейчас быстренько это сделать. Блин, ну интересно все-таки, как это... Так, а пистолета здесь уже нет. А, нет, уже пистолет есть, смотри. А он у меня уже есть, понимаешь? Я его взять не знаю, потому что он у меня уже есть. Ладно, этот, спидран. О, крик, крик Вильгельма, блин. Так, твою мать, ты сдохнешь сегодня или нет? Ну, это не крик Вильгельма, но, как бы, тема похожа. Подожди, а у меня, наверное, в инвентаре лежит эта схема костюма? Да, у меня в инвентаре лежит, слушай. Схема костюма шестого уровня. Доставьте это описание в магазин, что вы, окей, товар, костюм шестого уровня. А чё, чё, на меня сразу его не... Слушай, я его не одевал, правильно? Одевал, одевал, блядь, сука, забывай, вечно, как правильно. Короче, я его на себя не примерял. А чё он, чё он не поднимается, алё? Чё он, спасибо. Я его ни разу не разблокировал, поэтому... Так, это нам нафиг не надо. Я, опять же, не сохраняюсь, как бы. Не сохраняюсь. Благо, сейчас они тут будут долго вытирать. Кто они? Блин, ну давай, 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 карантин, шмарантин, блядь. Нам нужно на мостик, но сначала починим транспортную систему. Вот, понимаешь, магаз слева от них, мне туда надо. Блин, сколько тупо. Починить вагонетку, а потом найти ключ к карту, да? Блин, это работает минут на десять с этими заставками. Но в инженерном отсеке должны быть в этом части. Сломанная вагонетка блокирует нужный тоннель. Из-за долбанного карантина все двери закрыты. Отсюда мы никуда не попадем. Мы нет, но ты можешь. Айзек, если я доберусь до мостика, я получу доступ к данным экипажа. Ты починишь транспорт, а я помогу найти Николь. Спасибо. Спасибо. Я не помню, куда идти. Нежно право бежать, да? Да, направо за вагонеткой. А налево... Ой, тут скример, ё-моё. Кстати, тут только мало скримеров, в принципе, вхожу на игре. Стрельба по корпусу малышка даёт. Цельсия по конечностям. Разнись их чёртов. Это должно помочь. Да-да-да-да-да. Хотя, может, и не останавливать меня на бегу. Спасибо. Как страшно. О, слушай, тут модуль есть. Хорошо. Причём, я ещё не полностью удалил. Кстати, так вспоминаю, вот этих моментов идут дверей тут всего... Дверей всего раза четыре, вот такое встречали за всю игру. Не столько идей придумают, при этом их почти не использую. Ну, а батарею возьмём. Так, сохраняться я не хочу. По-моему, ближайшие некроморфы где-то здесь. Мне же так надо делать, да, по-моему, я не помню. Или мне надо типа два одновременно делать. А теперь, знаешь, теперь наоборот, как бы стрельба по конечностям с прокачанным столом, наоборот, не приносит пользы, стреляя в корпус. Тогда они быстрее умут. О, а я думал, чёрненький нет. Просто в одежде. Просто не голый. Это просто Калс не голый. Так, а чё такое? Стазис ещё, ну, стазис. Подожди, а у меня чё, не вкачаный X, что ли? Чё я так быстро стазис-то расходу? О, она всё самой сделает, нет? Замена повреждённой вагонетки. Пожалуйста, ждите. Я, на самом деле, прискушаюсь сейчас сначала второй угод спейса. Ты справился. Гадская вагонетка блокировала туннель. Гадская вагонетка, гадская вагонетка, гадская вагонетка. Шваль, просто шваль, понимаешь? Я слышу, как тут что-то скребётся. Слушай, эти начальные некроморфы должны при видимого костюма как бы убежать в другую сторону. Ну, нет, они как-то вот... Хотя из них лазерный магазин и подпочёт всё чётко. Всё, можно выйти? Нет, ждите. Ждите. Идёт атака некроморфов. Ожидайте. Так, ну смотри, мы вагонетку починяли. Осталось ключ-карту найти, в принципе, ему в магаз. Да, всё, она завершена. Всё, спасибо. Скримаки. А, вот эта херня, я не помню, она вылезла в конце или нет. О, господи, как же насрать. Так. Лежащих в ловушке этих некроморфов тоже всего. Кстати, я драться до сих пор не могу. Слушай, я не могу ни про белом драться. Я чё, в этом костюме не могу собраться или чё? О, блять, не выпадаю. Что-то я не выпадаю. А чё по деньгам? Подожди, у меня же... А, у меня же 50 тысяч. Слушай. А я там предметы не собираю, а мне это кэш-то нужен на этот, на покупку. Или подожди. Я-я-я-я-то разблокирую костюм, а деньги на него, он сколько? 100к стоит или сколько, блин? Я драться не могу. Блин, да чё ж такое? Чё за херня? Чё теперь, я только сейчас подумал. Ну, я не, в принципе, немного денег пропустил. Там, пару ящиков. А вон чё-то лежит ещё. Ещё кэш, ещё кэш. Слушай, мне просто сейчас денег не хватит на его покупку. Это обидно будет. Потому что я об этом такое время подумал. Ну, 100 тысяч мы здесь не соберём. Хотя... Хотя тут, в принципе, столько... Дорогого шмота. Так, а мне куда? Мне же... А, мне теперь ключ, это надо достать. Всё, ключик мы достанем, изи. Почему нельзя драться? Объясните. Ни с руки, ни с ноги, блин. Чё за херня? Разве это было в первом уровне или нет? Сурприз, мазафака! Средние аптечки лежат, нихера. Не, ну это всё, если продать, я думал, у нас, конечно, нормально так придёт. Да не, нормально, я думал. Я продам всё и... Продам абсолютно всё, все пушки. А, кстати... А, у нас же им этот... Инвентарь, да, остался... Не инвентарь, а в магазе, хранилище наше осталось. Там пушки, которые мы вкачивали. Это кедра. Блин, я думал, кто мне может написать на станции, которую схавали, блин, некроморфы? Письмо. Я думал, это николь не пишет. Так, я не помню, что здесь... Так, здесь эти ребята ходят, да? Да, вон я вижу одного, вот второй. Всё, ваншот. Ванкил, ваншот. Так. Ты наоборот. И он свернулся калачиком. Блин, я как помню, как я тасался в первом уровне. Знаешь, когда у тебя, блядь, пятый костюм и стволы вкачаны на максимум. Ты как бы уже не особо... Да. Он умер. Профилактический выстрел. Так, а... Так, я слышу, что там сзади кто-то орёт. Криповая музыка. А нам надо этот прокачивать... Иксы и вот это всё, или не надо? Или, по-моему, надо? С учётом того, как я быстро расходую... С учётом того, как я быстро расходую... Этот стазис, то мне кажется, стазис не вкачан, а следовательно, не вкачан и всё остальное. Так, что ты от меня хочешь? Мне, чтобы сюда... Не сюда надо попасть или нет? Требуется ключ от склада. Ключ от склада находится там наверху, я помню. Всё. Я просто последовательно здесь не помню, что делать. Сейчас, сейчас, сейчас. Там наверху тоже ловушка такая неожиданная, знаешь? Вот эти ловушки, которые, знаешь, из-за взгляда неожиданные. Блин, это ролик, наверное, затянется на часа два, да? Ну, блин. Чё делать? Искусство требует жертв. Так. Вот этот мазафака, спрятавшись. Я по нему ещё не попал, понимаешь? А он ещё тупо в него стреляет, он, короче, не двигается. Поняли? Твои уже, блин, на эту ловушку раскрыли, идиот. Блин, беги. Беги, блядь. А, язык тебя сожрёт. А всё, инвентарь заполнен, представляешь, что за херня? Плечи пока, отлично. Отлично. Окей, слушай, он у нас инвентарь заполнен, представляешь, что за херня? О, подождите, у него кредиты остались. Блядь, на меня для того, чтобы поднять кредиты, надо взять текстовое сообщение обязательно. Ловушка. Бам. Бам. Я тебя убил, что ты орёшь? А там вирс так, что ли, стоит он там, в той комнате? Уже всё забыл, блин. Ну, я, обожай, когда я эту группу шёл за 15 часов, в целом где-то за... А, да, я вот этого парня забыл, да, он меня тут напугал тогда. У нас всё да. Те, 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 Те. Те, 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 Те. Виндоуу... Виндоу... дядя 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 давай давай хочу 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 включил ведь включили хочу включить и так и чё у нас все он вкачан x не вкачан не вкачан все все вкачан вот поэтому все вкачан то есть имея уже 10 мы в принципе можем сейчас дайте до магаза и включать все остальные не будет а в качестве уже там смысла там нету ловушка так там еще один чувак будет я помню вот этот короче на блин на блин ловушка не удалось и мы побежим обратно да все и мы до магаза сейчас мы вставляем эту панель бежим долгом и добегаем весь весь всю главу блин бежим обратно бежим сразу до магаза где сразу смотрим на ассортимент же но я не знаю сколько круто должен быть костюм чтобы я кайфану так тут ловушка я помню сразу бегущий парень не не церемонии все до сажу труба пошла смотри так я помню что здесь ящик они моего разбережно мы его уже разбили так давай вставляя вставляя панель все ребята поехали мы за ними поехали все могу сразу валить отсюда сюда этого они мне сейчас надо выпустить отсюда там будет это ждите а о все может сразу валить все идите домой так мы на борту и направляемся к мостику отлично странно карантин только что был снят наверное это дрянь убралась причиной палубы вот и фарма а так давай на килин и подготовь его к вылету мы сейчас на килин и взорвался ли мы не сможем с этим справиться это ваша низкая оценка моих действий принятого внимания мисс геннелс но у меня есть задание и я намерен его выполнить с вами или без вас я ясно выражаюсь что выведи нас а куда там это пошел в вентиляцию в фасаду жену то блять шутер конечно превращаются нет то вещь атмосферы блин так 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 блин дверь к магазу закрыта придется еще на килин зайти полный беспредел полнейшим желаем у нас ходе легла новый вид микроморфов с башки бегать а ты сдохнуть не хочешь брать хераль ты такой жирный а голова укатилась хер знает куда все мы доходим он взрывается правильно плечо я слепую почти смог оттуда выгружать уже не буду изучена микроморфа который по стеклу полз по лобоухе ой неожиданно так как повода трупа крово валяется нет нам на паркурщики вот это удачника попал тут шутер все нормально в смысле вот она паникует понимаешь она паникует мы когда приземлились нам движок оторвало движок блять как она на нем хотела улететь блять на чем на одном движке что ну блин может конечно в этой игре блять корабли летают на одном движке и где же капитан капитан мертвый мутирует ему нормально нашла вообще хорошо в морге что как никого нет на корабле капитан мертв вообще открытие понимаешь просто открытие тогда я смогу делать компьютером все что угодно чёрт можно быстрее ехать вниз я отправляю к тебе вагонетку доберись до медпалубы и постарайся поскольку я уже давно жду твою вагонетку что это самая изящная тварь которая у них напал наконец-то я понял блять объясни мне еще раз лилуя дошли до магаза защитный костюм сколько он стоит 100000 стоит или сколько с девяносто девять тысяч жал внешне не отличается никак то что моего костюм уровня 6 что у него внешка то же самое это продать продать я вообще поржал бы сему купить не смогли столько играть и не смогли бы дойти но я не зря тут магазины таскал с собой вот они пригодились защитный костюм эксклюзивный контент я сам сейчас посмотрим я уже куда буртальнее но как он же он шире стал не первый костюм он худой я может иллюзия за счет этих пластин так молча-молча его своем варят а он так даже беззвучно вау круто он военный ну это вот это похоже уже на костюм на доспехи он конечно вообще не каноничный но блин ну как он крутой ты посмотри как он крутой а о чем в нем только бронька у него лучше лечо чем 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 у преимущества на и в дима поглядим выйдем поглядим ну да видишь него эмблема в это в ларкость костюм свайлора блин мощно-мощно эмблемка доспехи в это не отсылка к этим к штурмовикам имперским на басон через этот защитный костюм 6 уровня воздух 130 броня 30 броня 30 до 30 процентов принципе неплохо ну конечно пафосно пафосно выглядит ну все короче мы пробежали и вкачивать тут нечего потому что все вкачано прокачивать две пушки тени смысла нет мы увидели абсолютно все все что можно увидеть dead space и абсолютно все секреты конечно может быть мне сейчас кто-то там скажу я что-то еще не нашел но если не нашел придется потом за этим идти плейлист полный прохождением dead space внизу по ссылке в описании все серии там есть приятного просмотра застакивай на канал подписывайся так комментируй застакивай на канал визику студия заходи на сайт геймса . ру смотри пиксели смотри истории играя в игры люби игры на сайте играми увидимся всего хорошего пока